Добрый день, Виктор Федорович. Вы видите, мы тут сегодня в масках. Это не потому, что нам весело, на самом деле. Дело в том, что мы уже вам три года говорим о том, что у нас есть проблемы цеховые, которые касаются нас, журналистов. Это не политические вопросы. Но вы не реагируете на это, делаете вид, что нас нет просто. Наших журналистов бьют наших коллег. Мы обращаемся, правоохранительные органы не возбуждают уголовные дела, нам мешают работать. И, собственно, это ваш диалог сами собой по этому вопросу. Но я хотел бы вам по-другому вопросу сказать. Последний раз вы к нам вышли 15 месяцев назад. Это достаточно много. И я понимаю, что еще раз вам задать вопрос про Межигорье будет уже глупо, и как бы вы нам больше ничего нового не скажете, не хотите говорить. Я хотел бы спросить вас про сына. Вот скажите, пожалуйста, как так быстро он стал миллиардером? И, собственно, что произошло, почему? И помогают ли мы в этом его друзьям, я имею в виду вице-премьер-министр Арбузов, Захарченко, глава администрации налоговой, или это его исключительные таланты? Спасибо. У вас есть возможность задать это вопрос ему лично. Насколько мне известно, у него часу немного больше, чем у меня, и он чаще встречается с прессой. Поэтому вам никто не отказывает. Задайте, он вам расскажет. Я подробностей никаких не знаю. Я знаю, что он звук много работать, умеет работать, створил нормальную команду. Главное, что я от него требую, и я про это ему постоянно говорю, чтобы все, что он не делал, он делал это прозоро, потому что он находится под микроскопом, в том числе и вашим. Задавайте ему вопросы, он вам даст ответ. Но я хочу сказать, чем больше у нас будет людей, которые будут успешно работать, тем лучше будет для страны. Главное, чтобы они платили податки своёчасно и работали, створили новые рабочие места для людей. Это главное. Я всегда отношусь к этих вопросам только так. И отношусь. Он уже давно доросла людина. Будь ласка, следующая вопрос.